Здравствуйте, дорогие телепотребители и пропаганда поедателей. С вами программа «Матрешка в мире животных». Смотрите, вот в таком государстве мы живем. Пенсионеры разбирают просрочку из пятерочки. Слово будет за Советом Федерации. Я хочу, чтобы был уничтожен квартал в Киеве. Я хочу, чтобы было стерться лица земли. Одесская портовая инфраструктура. В стране, где царь звери не лев, а моль, очень важно разбираться в токсичных и опасных тварях, которые проникают вам через уши и выходят через рот, минуя мозг. Вся так называемая русская интеллигенция. Как вы уже догадались, сегодня мы поговорим о падальщиках из семейства бесхребетных бюджетаедов и прочих удивительных тварях. Закончится все только когда для них будет неминуемая ужасная угроза. Пока это так, и пока эти страны реагируют только на это, мы должны быть страшны. А также об их уникальной способности приспосабливаться и менять окраску в зависимости от доминирующей в данный момент окружающей среды. Давайте откроем матрешку и рассмотрим этих существ поближе. Начнем наш экскурс в мир животных с орхидейного богомола. Издалека этот подвид богомола можно спутать с цветком орхидеи. Обмылок! Никто не смеет так поступать со мной. Надо уметь быть благодарным за то, что тебя вынули из грязи и сделали человеком. Насекомое имеет свойство маскироваться среди тех растений и предметов, рядом с которыми обитает. Нам надо всегда, как у старых радиол, настроиться на чистоту другого человека. Несмотря на внешнюю обезоруживающую безобидность, это хищник. К тому же он способен менять свой окрас в зависимости от цветка, на котором живет. И от аппетитов. Волганский вечер какой-нибудь там в 2017 году, звучит воздушная тревога в небе. И сидят в этом дверном, в приятной лампочке, в учебном комплексе, талантливый педагог и учит девочку без рук. И, блядь, моцарь, что-то... Скажу так, любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. В отличие от других богомолов, орхидейный предпочитает питаться не тлюей жуками, а пчелами. Но нравится ему поедать тех, кто действительно делает что-то полезное. Борис Корчевников не был бы самим собой и ебан в середине своих лет человеком, если бы не сказал про Кикабидзе вот что. Кто бы он был без России, задается вопросов Корчевников, полагая, что это вопрос виталический. Конечно, по мнению такого дерьма, как Корчевников, Кикабидзе был бы никем. А это листохвостый геккон. Король мимикрии, которому может позавидовать любой либеральный интеллигент. Его главной отличительной особенностью является невероятное умение маскироваться. В основном под образец независимой журналистики. Я независимый журналист. Независимый журналист — это исчезающий вид. Да ладно! Этот вид при любом тоталитарном режиме в России умудрялся успешно притвориться и приспособиться. Поэтому тварь хоть и редкая, но живучая. В вашей стране существует немного диссидентов. Почему в вашей стране так ваше правительство, так боится их? Никто не боится. Почему вы считаете, что боится? А почему тогда им так трудно здесь жить? Ну, трудно им жить, потому что их мало. А крас может быть бежевым или белым, но в основном коричневый. Другой в стране с коленовставателей и крымнашистов просто не приживается. Тестовый вопрос. Крым наш? Я считаю, что это исторически справедливо. Он имеет настолько плоское тело и взгляды, что практически не отбрасывает тень. Геккон буквально исчезает, если, по его мнению, где-то рядом опасность. При необходимости, попав в зубы хищнику, легко отбрасывает хвост и прячется. В основном за паспортом с гражданством другой страны. Неважно, прав ли президент Путин или нет, полагая, что НАТО в Украине представляет угрозу для России, Неважно, прав ли здесь президент Путин или нет. Важным является то, что он действительно в это верит. Следующей яркой представительницей выживающих, даже в испепеляющих условиях беспрецедентных санкций является лягушка-водонос. Она абсолютно спокойно может носить в себе до полулитра жидкости, при этом сохраняя способность квакать обо всем и ни о чем. Животом погрязи, дышим сыром мрадом болот, но глаза закрываем на запах. В неблагоприятных условиях эта хищница прячется в свое укрытие, покрывается собственной слизью и может так просидеть до семи лет, пока ситуация не изменится. А после пробуждения эта жаба жаждет двух вещей – любви и крови. Поэтому выползает и снова начинает квакать. Например, не просто какого-то, знаете, политического хамства, но крайнего невежества и кощунства, конечно. Крепкие челюсти лягушки снабжены примитивными, но острыми зубками. Она легко уничтожает мелких змей и насекомых, но в случае голода или опасности легко может съесть себе подобных жаб. Отсюда и главная цель в жизни – выбить самый топовый участок на водоеме. Чем ближе территория к центру озера, тем она круче. Обратите внимание на другого яркого представителя приспособленцев от природы – морской слизи. Мы отнимем у вас вашу конституцию. И сожжем ее на красной площади на лунном месте? Нет, посожжем ее на крещатике вместе с вами, на ваших же огнях, как вы любите. Это уникальное животное, которое может играть как мужские, так и женские роли во время спаривания. Я бы так хотел быть натуралом, я тебе честно скажу. Ты серьезно? Абсолютно. Мне бы было так удобно жить. Ну, Антон, мы бы сходили на свидание тогда. Может быть, ты красивая баба, конечно. Я еще раз говорю, мне просто очень не повезло в жизни в этом смысле. Сейчас меня распнут все п***ят у нее. Более того, потеряв голову, морской слизень умудряется восстановиться полностью уже через несколько дней, продолжая нести дальше полнейшую ахинею. Вот прям топить этих детей, топить. Говорит очевидные вещи, говорит правдиво, говорит в своей манере, говорит исходя из своего образования, уровня. Он фантастически талантливый человек. Слизкий и противный на вид и ощупь этот мягкотелый моллюск вполне хорошо адаптируется к любым изменениям внешней среды. А вот другим животным природа для выживания дала немного иные способности. Вот, например, черная мамба. Одна из самых ядовитых змей в мире. Страны сегодня есть, завтра нет. Сегодня одна страна страна, а завтра она поделена, может быть, между Россией, Венгрией и Польшей. На самом деле ее кожа скорее оливкового цвета. А свое название она получила за цвет ротовой полости. Черный рот – врожденная особенность этой гадины. Скажем им меткой матерью, паузы мете строго. Скатертью вам хохлы и рушником дорога. Строение пасти черной мамбы таково, что напоминает улыбку. Но эта улыбка достаточно обманчивая. Реагируя на угрозу, она для начала раскрывает рот и шипит. Дальше, атакуя, она может быстро укусить несколько раз подряд, каждый раз впрыскивая полную дозу яда. Исходящая на этой неделе является преддверием или нашей победы, или грядущей ядерной войны. И третьего я разглядеть не могу. Яд черной мамбы действует очень быстро. Человек может умереть в течение 20 минут после укуса. А может жить еще на протяжении какого-то времени, пойти мобилизоваться и умереть уже в полях Украины. Смерть неизбежна, смерть ждет нас всех. И совершенно не факт, что лучше умереть немощным человеком от какой-нибудь тяжелой, длинной, ужасной болезни, чем вот так. И еще и за какое-то правильное и важное дело. Не менее опасным хладнокровным гадом является хамелеон. Да, действительно, я почувствовал себя более украинцем, я почувствую себя своим. Я почувствовал, что я вполне самостоятельная часть украинского пейзажа. И я уже переживаю за Украину, ну, как ее часть. Взят под контроль Солидар. Его подземные штольни – целый город с широченными улицами и эшелонами оружия. Хамелеон – опасный убийца, тихий и точный. Как только хамелеон видит добычу, он выбрасывает длинный язык. С его помощью хамелеон способен захватить и проглотить добычу. И все это без малейшего движения тела. Работает только язык. Грубо говоря, принесут сюда мешок денег из-за границы, вернут. Потому что после выступления президента понятен тренд, но непонятно, кому звонить. Как оказалось, причина успеха тихой охоты в кончике языка. Он у хамелеона чрезвычайно липкий. А еще это животное может быстро изменить окраску тела от черного цвета до беловатого. Причем не только во время охоты, но и просто. Для общения с представителями своего вида. Я же под санкциями Евросоюза. Я уже судился с Евросоюзом и уже проиграл процесс. Как видите, мир российских животных-приспособленцев весьма разнообразен. Его представители токсичны и опасны. А еще очень глупы. Потому что выделяют отраву, находясь в замкнутом пространстве. И когда террариум тоталитарного режима наполнится токсичной жижей, эти примитивные твари парализуют сами себя и захлебнутся собственным ядом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова